Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Юрий Быков, основатель и руководитель школы банкетных ведущих, известный многим в нашем городе, как Георг. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, на что за школа такая и какие цели у этой школы? Основная цель школы банкетных ведущих – это создать профессиональное предложение по всему спектру обслуживания торжеств в городе Рязани. Исходя из названия нашей организации «Школа банкетных ведущих», прежде всего, конечно, упор делается на подготовку ведущих непосредственно. Но помимо ведущих, на торжествах работают люди еще и других специализаций. То есть это диджеи, это артисты, это фото- и видеооператоры, оформители, это музыканты и так далее. Что касается ведущих, определенный уровень, который мы пытаемся достичь, он связан с непосредственным обучением ведущих. Исходя из моего личного опыта, в связи с тем, что я достаточно давно работаю на этом рынке, есть наработки, есть определенная информация, плюс информация со сторонних источников, но специализированных. Весь этот большой объем информации был систематизирован в обучающую программу, которая впоследствии стала обучающим курсом. Данный курс при обучении в группе рассчитан на пять этапов. Если это обучение индивидуальное, то это будут четыре этапа. Помимо информации непосредственно по работе специализации ведущего, очень важно отметить, что в этом курсе присутствует информация, которая будет непосредственно ведущему весьма полезна, как я полагаю. То есть это тестовая часть, которая позволяет ведущему легко ориентироваться в различного рода нештатных, нестандартных ситуациях, которые, в общем-то, поверьте, возникают на различных родах торжествах. И ведущий должен понимать схему поведения, как их, возможно, не создавать, как из них выходить. Важно, чтобы это все было комфортно для людей, а ведущий четко выполнял свою работу. Что касается предложений по другим специализациям, то, что я говорил, это музыканты, это операторы. Существует уже долгая практика сотрудничества с людьми этих специализаций. И из всего предложения в Рязани мы выбрали именно тех людей, с которыми мы сотрудничаем, которые, конечно, никогда не подводили. И рекомендуем которых мы уверены, что рекомендуем работу специалиста. И это очень важно для заказчика, прежде всего, потому что заказчик всегда для нас будет главным. И мы, скажем так, спокойно за свое предложение в этой области. Обучая ведущих, мы пытаемся сохранить ту индивидуальность, которая присутствует у каждого из этих людей. Потому что сама по себе работа ведущего – это работа весьма творческая. И поэтому заставить людей в дальнейшем работать в каком-то шаблоне – это, в принципе, неправильно. У каждого есть свое проявление, свои какие-то данные, свои качества, может быть, какой-то свой креатив. И чем больше будет разных ведущих, но при том работающих достаточно хорошо, тем это будет правильнее по ситуации. Я этого очень хотел бы. И это будет интересно непосредственно для самого заказчика. А, ну вот как вы сказали, для того, чтобы быть банкетным ведущим, это нужно быть творческим человеком в любом случае. Безусловно. Тем не менее, любой ли человек может освоить эту профессию, если можно сказать, профессию? Нет, действительно, я знаю людей, которые этим занимаются именно как в своей профессии. Вообще, как я уже говорил, я достаточно давно работаю на этом рынке. Есть моя информация, есть информация от многих людей, которые сталкиваются с работой различного рода ведущих. И надо отметить, что в Рязани действительно существуют очень прилично работающие ведущие, работающие профессионально. Это очень яркие люди, работающие разнообразно, интересно. Просто здорово. Но, к сожалению, наибольший процент ведущих, предлагающих свои услуги, видимо, полагает, что ведущим может работать каждый. Это страшное слово, тамада, да, вот иногда? Да, я думаю, что не стоит путать эти два понятия. Ну, в процессе обучения людей мы объясняем, что это два разных понятия. Это просто такой сленг, более короткое слово. Ну, мы так привыкли. Вообще, конечно, человек, решивший стать ведущим, должен понимать, что природой, генами, он должен быть наделен определенными качествами. При том, что у него будет абсолютно серьезное отношение к своей работе. То есть это творческое начало. Это способность легко, свободно, интересно общаться с большой группой людей. Это достаточно качественный юмор, безусловно. Это способность к импровизации, некий артистизм. То есть если взять вот это вот все за базис, а сверху наложить знания, со временем приплюсовать еще и опыт, вот в идеале мы получим того ведущего в конечном итоге, к которому, в общем-то, мы и стремимся. А сколько времени вот в среднем занимает обучение? Ну, как я сказал, что если это обучение в группе, это пять этапов. Каждый этап, в общем-то, это где-то порядка трех часов. Делается, опять же, это неспроста. Просто три часа информации очень много. Человек в конце просто перестает воспринимать информацию, то есть в голове улей. Нам этого не нужно. Но мы всегда даем возможность человеку продумать то, что он сказал. Мы предлагаем даже приносить диктофоны, потому что каждый последующий этап начинается с вопросов по первому этапу. У человека не должно остаться вопросов по подному материалу. А вот, насколько я поняла, не просто обучение, но еще и сертификация происходит, да? То есть человек уже будет... Да, безусловно. И это очень важный момент. Мы тем самым оказываем, в общем-то, помощь тем людям, которых мы обучаем. И если человек правильно, грамотно распорядится той информацией, которую мы ему подали, если он ощущает в себе те природные генетические качества, которые необходимы у ведущего, и со временем, начиная работать самостоятельно, он полагает, что его уровень работы достаточно высокий, об этом говорится изначально, при обучении еще, он вполне может пригласить сотрудника школы на проводимое им торжество. И придя на торжество, сотрудник воочию, что называется, в виде работы данного ведущего, определяет уровень его подготовки. Если уровень достаточен, значит, мы вручаем человеку определенный сертификат. Сертификат – это серьезный достаточно документ, как я полагаю. Во-первых, это документ от специализированной организации, которая провела обучение данного человека. Во-вторых, с нашей стороны это, безусловно, определенная ответственность за то, что мы сертифицируем человека и в дальнейшем предлагаем ему работу самостоятельно. Надо сказать, что и сертификации, и все последующие консультации, которые возникают у человека после обучения, а это нормально, когда они не возникают, это все бесплатные процедуры. Далее. Если человек изъявит желание, им об этом изначально говорится, мы, сертифицировав его, уже размещаем его в базе ведущих на сайте нашей организации. Тем самым мы оказываем ему содействие в получении заказов. Мы рекомендуем этого человека к работе на заказах. Но здесь надо опять сказать такую вещь, что если я сказал об ответственности, которую он себя берет в школу банкетных ведущих, то мы, разумеется, максимально стараемся отслеживать работу данного человека. Для этого на сайте существует возможность оставить отзыв о работе любого из ведущих. Если вдруг внезапно получилось так, что рекомендуемый нам человек плохо сработал на торжестве, ну давайте возьмем такую ситуацию, у заказчика всегда остается право обратиться к нам, предъявить претензии. И если эти претензии будут обоснованными, они будут очень четко разбираться всегда, то при нахождении подтверждения данных претензий человек будет просто лишаться ратификации. И эта информация также будет выложена на сайте. То есть рекомендую кого-то, беря на себя ответственность, мы это стараемся максимально контролировать. Это хорошо для качества работы, это удобно для заказчика, еще потому что вся эта информация весьма прозрачна. Я думаю, что вот с такой школой банкетных ведущих скоро у нас будут, наверное, только самые лучшие ведущие в городе. Мы к этому стремимся, этого очень хотелось бы. Ну что ж, Юрий, спасибо вам огромное, удачи вам в столь нелегком деле. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Юрий Быков. Основатель и руководитель школы и банкетных ведущих. Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова